Еще раз приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наше учение о водительстве Духом Святым. Мы вчера говорили про условия, как слышать Его голос и получать направление. Мы говорили про нужду преклонить нашу волю перед Господом. Мы говорили также о том, что у Господа есть план для нашей жизни, план, который Он приготовил еще до сотворения мира. И мы говорили также, что только Дух Святой может открыть этот план. Только Он тот, кто может открыть нам это. И поскольку мы открываем наше сердце и мы говорим «не моя воля, но Твоя», Дух Святой может вкладывать вот это желание, вот этот план, который есть у Бога для нашей жизни, превратить это в наше желание. И тогда мы молимся, молимся по воле, по воле Господа, потому что Он вложил это желание в нас. Я хочу этого сейчас. В моем случае я хотел быть простым рабочим. Я рассказывал вчера вам про это, мое короткое свидетельство. У меня было вот это желание. И я просил, Боже, направь меня в это место. И что происходит? Давайте посмотрим первое послание Иоанна в пятой главе. Мы увидим вот эту цепочку. Насколько это дорого, когда мы покоряемся Господу, и тогда Он вкладывает в нас это желание. И первое послание Иоанна, пятая глава, 14-15 стихи мы читаем. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». То есть Бог слышит, когда мы просим по Его воле. И 15 стих. «А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получим просимое от Него». Мы получаем то, о чем мы просим, потому что мы просим по Его воле. Это удивительная вещь. Вы знаете, еще сильнее этого, если мы хотим действительно быть уверенными, у нас есть обетование в Евангелии от Матфея, 18-й главе. И здесь говорится о двух, которые получили направление Духа Святого. Здесь написано, Матфея 18-й глава, 19-й стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Как это прекрасно, когда двое движутся в Духе, и они просят. И сейчас они оба получили то же самое в водительстве Духа Святого. И само по себе это дает укрепление и ободрение, что это воля Божия. Или же это, может быть, двое хотят что-то по плоти или по душе. Но здесь говорится о том, что люди получили это Духа Святого. И это укрепление, которое мы получаем, и Бог отвечает на это. Итак, у нас здесь есть вот этот ключ и секрет для ответов, просьбы, на которые Бог отвечает, вот эти сердечные желания, которые исполняются. Если ты просишь, которые не происходят, не происходят и не происходят, может быть, тебе нужно спросить, есть ли в этом твоя воля? Я вспоминаю, когда прежде чем мы еще приобрели свой дом, и я хотел получить участок с видом на Кенерт, это было в 80-е годы, и мы прикладывали большие усилия, пытались найти владельцев участков, и ничто из этого не получалось. До одного дня, когда вдруг мне пришло желание, что, может быть, Бог не хочет меня видеть в Пуре, и хочет меня видеть в другом месте, я стал молиться и говорить, «Господи, если ты не хочешь, чтобы я был там, я пойду туда, где ты меня хочешь видеть». И так Он привел меня в совершенно другое место, которое по плоти бы я, наверное, не выбрал. Но и там Бог дал мне радость, благословение, и я никогда не сожалел о том, что я пошел именно туда, и сегодня я живу здесь, и у меня есть любовь к этому месту. Итак, ответ на вот эти вот просьбы — это что-то очень дорогое. В этом направлении также мы посмотрим Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. Здесь говорится, что «Если прибудете во мне…» Это Иоанна, 15 глава, 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вы видите, что если я пребываю в Нем, то есть мы говорили о лозе, о ветвях, когда Небесный Отец, Он входит в нас. Если я пребываю в Нем, и Дух Святой действует во мне, тогда Слово Божие, оно находится во мне, и чего не пожелаете, просите, и будет вам. То есть говорится, «Слово будет вас». Это живое Слово. Это Слово, которым Дух Святой говорит нашему сердцу. Бог хочет, чтобы ты сделал так или так. И тогда ты просишь по этой воле, потому что у тебя есть Его Слово. И это будет вам. Вот эти вот просьбы, они получают ответ от Господа. Бог отвечает на эти молитвы. И когда Он отвечает на молитвы, в 11 стихе говорится, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенная». Ты доволен, ты наполнен жизнью, ты идешь по пути Божьему. Дух Святой дает тебе плод радости, но также ты видишь результаты твоей жизни, благословения от Господа. И у тебя есть радость в сердце. Бог благословляет тебя. Это прекрасно, это чудесно, ты наполнен, это непротраченная жизнь. Ты не находишься в конце и смотришь назад и говоришь, «А чего я достиг в моей жизни?» Нет, ты не находишься там. Я радуюсь тому, что Бог дал мне сделать. Я хочу ободрить всех вас, идти по этому пути. И также в этой же главе, это 18 стих, здесь говорится, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, чтобы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Итак, если есть плод в нашей жизни, плод мира, плод радости, и что мы не попросили, Бог ответит, Бог даст нам. Это действительно прекрасная вещь войти в такие отношения с Небесным Отцом. И я хочу ободрить всех нас, идти в этом направлении, открывать Божьи желания, дать место в нашей жизни для Духа Святого, действовать, и тогда бежать вот эту дистанцию. Давайте посмотрим филиппийцам, 3 глава, 13-14 стих. Апостол Павел говорит здесь, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Я забываю то, что находится позади, я устремляюсь вперед. Мы хотим бежать вперед, пробежать вот эту дистанцию жизни, которую Бог дал нам. Это подобно тому, как вот эти спортсмены, которые в конце, прибегая к финишу, они просто устремляются вперед, чтобы пересечь вот эту финишную черту. И подобно им, когда наша цель, она попасть на небеса, исполнить вот это поприще, которое Бог дал нам пройти по милости Божией, с радостью Его. Какая привилегия есть у нас быть детьми Божьими, быть теми, кто трудится на Его поле. Я хочу ободрить вас, братья и сестры, на этот новый день, продолжать проходить вот это поприще, которое Бог дал нам. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok